всем привет ну что ж ребятки я просто безумно счастлива рада и спешу вам показать эту прелесть вы сейчас каждый ты все время безумно счастлива и рада когда у тебя что-то цветет да потому что я покупаю только вы знаете такое мое самое самое хочу не могу и когда она зацветает я всегда в дичайшем восторге и так скептиков и не любители белых орхидей и всех вот тех которые ой ну чем она отличается ну чем же она отличается от обычной белой гибридятины из любого строительного магазина и не такой уж у нее как вот сейчас вы посмотрите с моей рукой большой выдающийся цветок лучше бы ты пошла купила такой же белый но там отойдите пожалуйста от экрана потому что я сейчас буду восхищаться именно этой прелестью и это вот такая фаленопсис афродита опари на себя это фаленопсис из нейтив да ребятки вот такая моя прелесть я над ней тряслась трусилась пришла она с голой корневой это оказалось не страшно и не больно я в диком восторге единственные есть небольшие недочеты немножко искривлен у меня верхний лепесток в паре цветков но с учетом того что несмотря на долгий переезд на смену условий и вот на все все вот это она все равно процвела я это все скажем так прощаю и вот вы знаете я у нее не нашла других цветоносов так что если еще и учитывать что это первое цветение то она вообще бомбезно космическая и я обожаю белые цветы я думаю многие кто смотрят мой канал уже это знают заметили и мне нравится вот это вот яркая губушка и посмотрите какая она нежная я слегка двигаю рукой она вся ходуном ходит и вот честно сижу и восхищаясь и желтыми подпалами и вот этой вот розовой штриховкой и этот леопардовый краб и калуз если вы заметите есть места где он практически белый бледный и дальше переходит в насыщенный вот там вот у основания губы практически оранжевый ну и конечно же губа с этими усищами просто сказочно волшебная я я не могу я в восторге я хочу рисовать и рисовать и лепесток видите нежный полупрозрачные видно вот всю эту рюшистость небольшую просто сказочные сказочные цветы ждет меня еще вот роспуск бутонов я в дичайшем в восторге куртинка сама скромненькая вот такая зато не скромненькие у нее корешище не растает нарастают ее уже неудобно доставать для съемки потому что они упираются в стол когда ставишь горшочек на стол так она стоит на решетчатой полке и благополучно эти корешочки уходят вниз так ухты я вот заметила у меня вот тут новое движение непонятно это будет еще один цветонос или детка мне кажется что наверное не будет хотя хотя может что-то и будет давайте не будем так вот прям категоричными и посмотрим посмотрим во что это разовьется но вот такая прелесть для тех кто переживал на вот эти вот побитые листья все норм все ок вот это темное это мой косяк та которая всем рассказывает что вот эти кожицы надо отдирать вовремя это не сделала и как-то так вышло что то ли стволик решил растолстеть но то что вот эта сухая штучка сто пудов стало уже и она сжала и передавила и получилось вот такое неприятное пятно это факт поэтому ребята не будьте как юля не забывайте вовремя удалять эти чешуйки так ну вот и на дне у нас живая корневая видите по всему коршочку живая корневая все живое все отлично вот такая прелесть и я обожаю природников я конечно же обожаю и афродиту и амобилис но почему-то не знаю почему такое внутреннее мое ощущение афродиту я люблю больше но вот такая прелесть я дождалась теперь я надеюсь это все хорошенечко разрастить и уже увидеть целые каскады цветоносов цветов шикарной цветения на которые способны эти фаленопсисы безумной красоты по уходу все стандартно все как я всегда ращу свои фаленопсисы в оранжерейке теплички постоянно контролируемые условия постоянное движение воздуха влажность ребят вот все говорят ну у тебя же в тепличке у тебя там влажность о нет влажность обычно там ну давайте так она растет не прямо в оранжерейке теплички вот та которая домиком а вот то что было орхидариум стеклянном там у меня влажность пониже и иногда она там бывает и 40 но обычно где-то 50 а уже в оранжерейках тепличек ах обычно где-то 60 до нам бывает там уже 70 и после полива там вообще зашкаливает но я стараюсь не держать прям сильно сильно влажно почему не стараюсь не знаю ну такое мое почему-то мироощущение вот полив просохла полила просохла полила поддончика нету водичка спокойно стекает вниз на дно орхидариума на орхидариум они одни фаленопсисы не касаются поэтому водички у меня там никто не стоит по удобрениям мой стандартный набор кому интересно есть видео ссылка будет в инфобоксе переходите смотрите и по этой красоте наверное уж все рассказала меня просто честно говоря слова пропадают я готова рассматривать рассматривать забыв обо всем эту прелесть буду с вами уже прощаться кому понравилось ставьте лайки пишите комментарии делитесь этим видео со своими друзьями или в орхидейных группах я буду очень не против переходите в мои соцсети ссылки будут в инфобоксе подписывайтесь на канал кто не подписался и на этом все и всем солнечных дней пышных цветений пока пока